Вы знаете, меня часто спрашивают, как добиться успеха в сетевом маркетинге. И на рынке на сегодняшний день существует очень много различных мнений. Кто-то говорит, что сетевой маркетинг уже не тот, кто-то говорит, что нужно быть в самом начале компании, или сейчас переизбыток компании, сейчас непонятная ситуация, сейчас кризис, сейчас нет кризиса, люди уже не хотят идти в сетевой маркетинг, все все знают, ничего нового и так далее. То есть масса вещей говорится на рынке. Я вам расскажу, как построить бизнес в сетевом маркетинге, как быстро сделать чек в 10, 20, 30 тысяч евро, но я не скажу ничего нового. Прежде всего, вам важно понять, что все эти такие мнения о том, что сеть уже не та, что да, они уже пошли первыми, или надо было быть в начале, нужно было приходить в 90-х, нужно ждать свой золотой какой-то корабль, золотой свой какой-то проект, это все мифы, это все неправда. Суть сетевого маркетинга – очень простая вещь, которую мне в самом начале моего бизнеса объяснили мои спонсоры. Если вы проводите много встреч, то у вас будет много дистрибьюторов. Если у вас будет много дистрибьюторов, то у вас будет много лидеров. Если у вас будет много лидеров, у вас будет товарооборот. То есть, очень просто. Если вы приглашаете мало, у вас приходит мало людей на первую встречу. Значит, у вас приходит мало людей на вторую встречу, значит, еще меньше у вас подписываются людей, значит, еще меньше работать будут. То есть, к примеру, вы позвонили 10 людям в день. Из этих 10 людей пришло 5. Из этих 5 до второй встречи дошло 2. Из этих 2 подписался 1. Но 1 уже ни на что не делится. Понимаете? То есть, уже все. Все. И когда вы таким образом за месяц работы подписали, может быть, 20 человек, 15 человек, 30 человек, в целом, не только в первую очередь, в целом в организацию. Понимаете? Слишком маленькая статистика для того, чтобы в этой организации родился лидер. Я вам задам вопрос. Сколько у вас знакомых? Ну, к примеру, это не о списке имен, а вообще в принципе сотни. В современный мир, ну, вы берете свою телефонную книжку, смотрите туда и очень часто не можете вспомнить, что это за человек. Но вы знакомы совершенно точно, потому что у вас записан его телефон. Теперь я задам вам вопрос. Из этих сотен людей, которых вы знаете, сколько людей являются лидерами по натуре? Единицы? Почему же, когда мы строим сеть, мы считаем, что мы создадим сейчас организацию из 20-30 человек, подпишем 20-30 человек, причем не в первую линию, и обязательно все эти 20-30 человек станут лидерами, будут золотыми такими кораблями, создадут товарообороты в миллионы евро и так далее. Плюс сетевого маркетинга в том, что вам не нужно очень много знать. Вам нужно уметь приглашать людей, вам нужно знать, как проводить встречу, вам нужно знать, как приглашать на вторую встречу, вам нужно знать, как проводить вторую встречу и, собственно, как закрывать сделку. Все. Когда я развивал свою организацию, я делал это по-разному. Иногда я делал это очень медленно, знаете, очень нудно все происходило. Я проводил 3-4-5 встреч в день, каждый день. я приглашал людей я отвлекался на многие моменты когда-то в основной сама сидел это очень быстро то есть я приезжал и проводил каждый день у меня на встречах было 10 встреч на каждой встрече было там по 3 4 5 7 человек и буквально через три-четыре дня через неделю как правило собиралась первая презентация на 60 70 человек и это эти 60 70 человек на следующей неделе давали огромную волну рандыум на огромную вам ну стоять как определить кого вы подписываете вот когда вы подписывать человека точно тот или не тот знаете я сделал одну простую чем приводит людей на встречу он под если он не приводит людей насativo на этот я всем говорил одну простую вещь вот есть рабочее время она длится с 10 часов утра до 6 часов вечера вот в это рабочее время кто из вас займет его встреча это убедил я сам лично при проводе много встреч приглашал очень много людей Приходили люди, они подписывались в первую линию И я говорил всем одно и то же Ребята, я не смогу работать с вами со всеми Посмотрите, вот сколько я пригласил Я пригласил там 100-150 человек Из этих 100-150 человек Ну придет половина Из этой половины Половина подпишется Ну треть, но это все равно в несколько раз больше, чем мне нужно Я не смогу физически работать Даже с 5-6-7 людьми То есть 4-5 человек это максимум Соответственно, я выберу из вас Самых лучших, это может быть ты Это может быть кто-то другой Но это будут люди, которые первое, хотят зарабатывать деньги Второе, это будут люди, которые готовы Работать для того, чтобы зарабатывать деньги И это люди, которые будут быстрее всех двигаться Которые не будут ждать год Которые не будут ждать месяц Которые придут завтра, послезавтра, через 3-5 дней И подпишут свой контракт Я не знаю, ты можешь пойти сейчас После первой встречи домой, подумать Месяц, два, день, два, три Но я не даю тебе гарантию, что через 2-3 дня Ты придешь ко мне и скажешь Я готов, и я возьму тебя в первую линию Потому что через 2-3 дня Эта первая линия может быть занята И вы знаете, я это говорил с самого первого дня Мои первые рандву, они звучали именно таким образом Я открытым текстом говорил У меня, как бы, знаете, такая вещь зациклилась в голове Что тебе надо всего лишь 5 человек То есть я это услышал со сцены от лидера Что вам не нужно всех ваших людей Вы слышали это, да? Вам нужно всего 5 человек в первую линию И больше ничего И у меня это осело Я это очень четко понял Поэтому, может быть, я как-то не очень это правильно понял Поэтому я всем людям сразу на первом рандву говорил Мне надо только 5 Пригласил я 150 Придет половина Из этой половины половина придет на вторую встречу Еще там подпишется Но у вас все равно больше, чем я могу взять Я могу взять только пятерых С большим количеством людей работать я не смогу Поэтому, когда я заканчиваю встречу Я тебе об этом говорю открыто Потому что ты можешь думать неделю Прийти через неделю И я тебе скажу, извини Я не могу тебя взять в первую линию Потому что есть 5 человек И когда люди подписывались в первую линию Я всегда говорил им то же самое Я говорю, ребят, есть мое рабочее время Вы можете его занять Вы можете его не занимать Но я не позволю воровать свое время И когда кто-то не приходил на встречу Мои первые линии приглашали людей И эти люди не приходили на встречу Я не пытался выяснять, почему Я не садился вместе с ними звонить на телефон Я брал свой список имен Я его открывал Я брал телефон И я начинал звонить по телефону и приглашать И весь этот час на глазах у своих первых линий Я приглашал как сумасшедший Что это давало? Во-первых, я не терял свое время Во-вторых, я четко понимал Что если у Васи сегодня не пришли люди на встречу Значит завтра у Васи могут люди не прийти на встречу Я открывал свой ежедневник Брал Васи на время И все Васи на время дублировал своими людьми Когда Вася спрашивал меня Что ты делаешь? Ты занимаешь мое время Это же мое время В 12 должны прийти мои люди Я говорю, Вася Сегодня должны были прийти твои люди в 11 Они не пришли Я теряю свое время Я не готов к этому Я хочу его использовать Поэтому на всякий случай Я страхуюсь Потому что завтра Придут мои люди И я буду уделять время им А твои люди будут идти уже по второму принципу Но мои по первому Почему? Потому что сегодня так случилось Что твои люди тебя подвели Это несправедливо Это обидно Ты ни при чем Я понимаю Но извини Это мой бизнес Я хочу его делать Я не теряю своего времени И я продолжал звонить снова Я брал список именов И если кто-то не пришел на рандеву Я звонил Я вычеркивал рандеву этого человека Со следующего дня Я звонил и говорил Завтра у меня есть окно в 11 Приходи 1, 2, 3, 4, 5 Как только я бы набирал 5 человек своих На эти 11 часов Я говорю Вася, Вася Завтра в 11 я тебя вычеркну Извини Понимаете, что получалось? Мои первые линии четко видели Что нельзя Не приводить людей на встречу Мои первые линии четко видели Что как только они дают мне возможность Я начинаю работать Я начинаю подписывать других Допустим, Гульнара Княжева Когда мы начинали континенталь Я искал то же самое Я искал ровно то же самое Я искал одну простую вещь Если ты займешь все мое время Оно будет посвящено тебе Но если ты его не займешь Оно будет посвящено другим И нужно понимать Что когда мы начинали континенталь Уже была группа в континентале Достаточно серьезная Уже была организация Она уже работала То есть был уже оборотов 60, 70, 100 тысяч евро в месяц Уже на тот период Когда Гульнара начала работать Но Гульнара сделала одну вещь Она как первая линия Моя первая линия Она заняла все мое время И очень качественно То есть каждый час У меня сидело там 5, 10, 15, 20 человек Каждый раз Когда она приглашала меня Куда-то на события То всегда была презентация С колоссальным количеством приглашенных Ни разу не было такого В континентале Что я приехал на события В какой-то город И чтобы полный зал Не был приглашен Такого не было ни разу Как определить человека Я повторюсь Тот или не тот Нужный, ненужный Стоит, не стоит Все очень просто Я не решаю за человек Либо он приводит людей Либо нет Но он может сказать Да, но у него не получается Приглашать Для этого есть время В офисе специально Каждое утро Каждый вечер У вас в офисе Есть люди Которые занимаются приглашением И пожалуйста приглашайте Кто-то может сказать Да, но у меня нет офиса в городе Я вообще работаю без спонсора Вам не повезло У вас есть выбор Умереть бедным Или продолжать двигаться вперед Несмотря ни на что Я хочу сказать вам одну вещь Понимаю, что сейчас Меня смотрите в офисах Во всяком случае В первую очередь Вы будете смотреть в офисах И сейчас сидят люди Группы Я попрошу вас поднять руки Кто хотел бы зарабатывать В месяц 20, 30, 40, 50 тысяч евро 100 тысяч евро Кто искренне хотел бы Поднимите руки, пожалуйста Вот, уважаемые спонсоры Посмотрите на людей Которые хотят искренне Зарабатывать много денег Вот много Больше может быть кто-то даже Хорошо, опустите руки Теперь я попрошу поднять руки Тех людей Которые провели За прошлую неделю Больше пяти рандов То есть пять и больше Шесть и больше Семь и больше Восемь Десять и больше За неделю Двадцать и больше То есть если у вас меньше Опускайте руку Тридцать и больше Сорок Пятьдесят и больше Вот давайте посмотрим Теперь уважаемые спонсоры На зал То есть это люди Которые провели За прошлую неделю Пятьдесят и больше Рандову Я уверен Что таких людей Единицы Вы хотите зарабатывать Тридцать Сорок тысяч евро В месяц И вы проводите Один Два Три Рандову В неделю Я не зря начал С пяти встреч Потому что если бы я начал С одного Подняли бы руки все Даже не все Потому что есть люди Которые являются Дистрибьюторами Которые хотят Зарабатывать Тридцать-сорок тысяч Евро в месяц Каждый месяц Хотят ездить на феррари Хотят хорошую квартиру Хотят хорошую машину Хотят стиль жизни Хотят жить богато Но при этом За прошлую неделю У них не было Ни одного Рандову Не то что личного А даже группового Даже из их структуры Даже из их организации Хотя Если вы не зарабатываете Сегодня Тридцать-сорок тысяч Евро в месяц Пятьдесят тысяч Евро в месяц Я продолжал бы На вашем месте Проводить личные встречи Каждый день Приглашать людей Потому что вы зарабатываете Достаточно мало Индустрия сетевого Маркетинга Это индустрия Которая дает Миллиарды евро Товарооборота Ежегодно Миллиарды Десятки Сотни миллиардов Огромные деньги Люди зарабатывают Уже на сегодняшний день Миллионами евро Ежемесячно Это не один Не два Не три человека Если 20 лет назад 15 лет назад Человек зарабатывал Сто тысяч долларов В месяц В индустрии Сетевого маркетинга Он был мега крут Мега крут Сегодня Если вы зарабатываете Сто тысяч долларов В месяц В сетевом маркетинге Ну как бы Вы конечно Круты Но не мега В вашей стране 100% есть люди Которые зарабатывают Больше чем вы В мире таких людей Тысячи Как вы хотите Построить организации Создавать товарообороты Зарабатывать 30-40 тысяч евро В месяц Когда вы напрямую Не делаете Свою работу Которая вас и приводит К этому моменту Что такое 50 рандеву в неделю 5 дней Понедельник Вторник Всегда Четверг Пятница Это 10 встреч в день Что такое 10 встреч в день Это 5 часов работы Либо 2 часа работы Если это 5 часов работы То на каждой встрече У вас по 2 человека Если 2 часа работы То на каждой встрече У вас по 5 человек Таким образом Работает 2 часа в день Имея 10 приглашенных в день Вы имеете 50 рандву В неделю Значит 25 у вас будет Вторых Значит где-то 12 человек У вас подпишется 10-12 И вы сможете делать организацию Если вы 10-12 человек Подписываете в неделю То соответственно У вас в организации Где-то 40-50 человек В месяц Соответственно У вас есть определенный Товарооборот Порядка может быть 10-20-30 тысяч евро В месяц И соответственно Вы получаете Где-то 1500-1700 2-3 тысячи евро Может быть В зависимости От вашей квалификации Даже это еще не бизнес Потому что 2-3 тысячи евро Это не так много Как доход Но вы хотите Зарабатывать 30-40-50-100 тысяч евро В месяц И многие из вас Не провели даже Одного рандеву За прошлую неделю Многие из вас Не провели даже Пяти рандеву За одну неделю И многие из вас Гордятся тем Что они работают Как обычные дистрибьюторы А самые обыкновенные Дистрибьюторы Которые провели 50 рандеву За неделю Вот в этом парадокс Сетевого маркетинга Именно по этой причине Много людей В сетевом маркетинге Не зарабатывают деньги И именно по этой причине Многие люди В сетевом маркетинге Зарабатывают деньги Потому что Они четко понимают Хочешь, чтобы был чек Должен быть товарооборот Хочешь, чтобы был товарооборот Нужно много приглашать И много проводить встреч Когда я есть один, я приглашаю, может быть, 20-30 человек каждый день. На это можно уделять много времени, пытаясь разговаривать с каждым человеком. Можно позвонить человеку в течение двух минут, сказать, ты знаешь, есть интересное предложение, надо встретиться, обсудить этот сетевой маркетинг. Да, фу, это сетевой маркетинг. Ты знаешь, год назад я тоже думал, что это фу, и сетевой маркетинг. Сегодня я звоню тебе. Если бы ты мне год назад сказал, что я буду звонить тебе, ну, я бы, наверное, дал тебе в глаз. А сегодня я тебе звоню, зная, что ты меня спросишь, что это сетевой маркетинг, и зная, что ты мне ответишь, фу. Вот теперь задай себе вопрос. То есть, что же должно стоять за моим предложением, то есть, за тем, почему я тебе звоню, чтобы я переступил через себя, зная, что ты мне ответишь, зная, что ты так будешь реагировать, и тем не менее позвонил тебе. Поэтому давай сделаем просто. Ты придешь, мы пообщаемся, и ты пойдешь. Если тебе это будет интересно, как минимум ты знаешь. Если тебе будет неинтересно, ты уйдешь, я не буду тебя беспокоить. Решай сейчас, да, да, нет, нет, все. Но потом мне не говори, что я тебя не звал. Потом мне не рассказывай, что я тебя не приглашал. Хорошо? Обычный человек, нормальный человек, он скажет, ну да, отлично, слушай, ну хорошо, ну давай. Но только обещай, что если я скажу нет, ты не будешь меня терроризировать. Скажите, да, не буду, и не терроризируйте. Все. Потому что бизнес, понимаете, это бизнес статистики. Если человек говорит нет, он говорит нет не вам, как бы это не банально звучало. Он говорит нет себе, если хотите. Он говорит не продукту, не маркетингу, не чему. Почему? Просто для него в данный момент это не то предложение, но для него в данный момент может быть у него перспектива роста на работе, ему зарплату на 5,5 тысяч рублей повышают, может быть он решил переехать, может быть он влюбился, может быть он только что разошелся со своей второй половинкой, и может быть он сейчас думает о том, чтобы написать книгу, может быть он просто ни о чем не думает. Может быть вполне, но вы должны совершенно четко и ясно понимать, что наш бизнес основывается на статистике, и если вы хотите зарабатывать много денег, вы проводите много встреч, вы много приглашаете, 20-30 человек каждый день, у вас приходят люди, 10-15 человек каждый день, вы проводите рандеву, таким образом у вас сформируется широкая первая линия, 10-20-30 человек. Почему 10-20-30? Потому что чтобы сформировать 5-6 работающих, вам нужно подписать 20-30 минимум. Когда у вас сформировались эти 5-6, если каждый делает то же самое, что и вы, вы можете сказать, да, но они никогда такого не делают. Я могу вам сказать, почему? Потому что они не видят, как это делаете вы. Если завтра Лариса Лисовая сядет на телефон в присутствии в офисе и начнет приглашать людей в первую линию, поверьте мне, в этот момент весь офис начнет приглашать в первую линию. Если завтра Елена Мищенко придет в офис, сядет в офисе перед своими дистрибьюторами и просто начнет приглашать людей в первую линию, просто звонить по списку минут, говорить приходи, звонить и говорить приходи, звонить и говорить приходи. Через несколько минут весь офис будет сидеть, глазеть на это и люди начнут приглашать. Поэтому, когда мы подписываем первую линию, важно не останавливаться в приглашениях, потому что люди должны видеть, что вы это делаете. И тогда они начинают делать это сами. И тогда у вас уже 5-6 человек все вместе, 7 человек, вы приглашаете каждый по 20-30 человек в день. И у вас уже, извините, 150-200 приглашений на всю группу. И это значит, что из 150-200 приглашений у вас 70-100 человек придет на рандеву. На первое. Это значит 50 придет на второе и уже 25 подпишется. 30 подпишется. Прикол здесь, знаете, в чем? Именно прикол. Это даже не парадокс, это именно прикол. Какой-то эффект есть магический синергия. Когда у вас 5-6-10 человек работает в таком режиме, то есть 10 человек, по 20 приглашений, 30 каждый день. Это значит 200 приглашений в день, 100 приходит, 50 подписывают контракты. Цифра будет не 50. То есть контрактов вдруг становится очень много. И это тот момент, когда люди делают ошибку. Они говорят, о, все пошло. Все пошло очень динамично. Но оно пошло, потому что вы это тащите. Оно пошло, потому что вы делаете эту работу. Это не какая-то магия. Понимаете, самолет летит, потому что у него есть двигателя, есть топливо, есть обученный персонал. Понимаете, он не летит на магической звезде. Не, он не летит, потому что его посыпали волшебной пылью добрые феи. Понимаете? Нет. Это не магия, это технология. Самолет летит, потому что это технология. Точно так же ваш товароборот растет, потому что есть технология. Мы встречаемся с человеком, мы его не убеждаем, мы ему рассказываем Мы компания, сетевая маркетинга, мы занимаемся питанием, косметикой, вот этим, вот этим, вот этим Наш маркетинг план вот такой Он платит деньги вот так, вот так, вот так Почему я этим занимаюсь? Потому что на работе много не заработаешь Работая на себя, тоже придется много очень работать и денег немного Бизнес, слишком много рисков Я не такой шибко умный, чтобы заниматься бизнесом Я не очень хочу рисковать, и денег у меня нет А рынок инвесторов вообще закрыт Что мне остается? Вы пойдете устроиться на работу? С лесарем, сантехником тоже нужно Но если бы их было резко меньше, вот представьте себе Сколько слесарей, сантехников существует? Много Представьте себе, что вдруг из 10-9 перестали работать сантехниками То есть потребность рынка колоссальная, а людей очень мало Почему в Европе, когда вы вызываете сантехника, вы платите хорошие деньги К вам приходит очень культурно, в форме, одетый человек с хорошим инструментом Профессионал, он учится Вы платите хорошие деньги, 200-300 евро за его вызов Потому что он профессионал Но он делает так, что он приходит к вам, может быть, раз в год, в лучшем случае Потому что когда он приходит, он делает так, что все, больше ничего не течет Кто-то хочет работать пекарем, отлично Кто-то хочет работать аптекарем, замечательно Кто-то хочет работать учителем, таксистом, медиком, милиционером Это нормальное явление, ничего страшного Но мы проводим встречи, мы говорим с людьми Кто-то начинает, кто-то не начинает Все Не стоит ждать, если вы проводите 3-5-7 встреч в день, что вы станете миллионером Вы не станете миллионером никогда, даже рублевым Забудьте об этом раз и навсегда Вы можете стать миллионером только в том случае, если вы возьмете за свою жизнь И начнете приглашать людей Каждый день много Но сетевой маркетинг уникален тем, что вы можете зарабатывать дополнительные деньги 500 евро, 200 евро, 300 евро каждый месяц И когда это дополнительные денежки Ну, если я задам вопрос, кто бы хотел ежемесячно просто так в качестве подарка Получать дополнительные 200 евро Поднимите руки Подняли не все, 100%, но я хочу сказать То есть, если вам сейчас, те, кто не подняли, дали бы 200 евро в качестве подарка Вы бы сказали, фу-фу-фу, выкиньте Да, представьте, у вас день рождения Вам принесли какой-то конверт Вы открываете там 200 евро Вы говорите, кто подает? Вася Вы идете к Васе, вы говорите, забей свои деньги, они мне не нужны Нет, всегда приятно, когда появляются дополнительные деньги Я говорю именно об этом То есть, если вы работаете потихоньку Вы проводите одну встречу в день Пять, может быть, встреч вообще в неделю Две-три встречи в неделю Ну, не рассчитывайте на 30-40 тысяч Не рассчитывайте на 50 тысяч евро в месяц чека Не рассчитывайте Рассчитывайте нормально, адекватно Что вы заработаете дополнительно Может быть, 100 евро, может быть, 200, может быть, 300 Но если сегодня вы хотите использовать все возможности Которые дает компания Week Holding Если сегодня вы хотите подготовиться к саммиту максимально Который будет у нас в октябре месяце на Кипре Если сегодня вы хотите максимально эффективно Стартовать со своим бизнесом Все, что вам нужно сделать в сентябре Это утонуть в рандеву Просто утонуть в рандеву Возьмите свои списки имен Перетряхните их еще раз Сядьте, назначьте время каждый день Когда вы будете звонить Час утром, час вечером Назначьте время, когда вы будете проводить встречи Допустим, 3 или 4 часа в день 2 часа в день, 5 часов в день Я не знаю Но у вас должно оставаться много времени на приглашение И начните, может быть, проводить 4 встречи каждый день Это будет занимать 4 часа Но на каждый час назначайте по 5-10 человек По 5-10 человек Возьмите свою команду В которой, может быть, у вас нет никого Ничего страшного, начните с нуля Если у вас есть сейчас ваша организация Скажите, встречаемся вас только в офисе Садимся приглашать И вы тут же увидите, кто на самом деле является командой Потому что будут приходить те люди Приглашать, которые на самом деле являются вашей командой И вы будете видеть на своих приглашениях свою организацию Свою организацию Это даже еще не команда в полном смысле этого слова Это только ваша организация И очень часто, когда лидер говорит Да у меня в этом городе дистрибьюторов Да ты что? Да у меня такая организация огромная Сотни, тысячи Но когда мы начинаем назначать приглашение Приходит 20 человек Вот это люди, которые организованы Они пришли, чтобы приглашать И вот эти 20 человек, они делают работу Сегодня эти 20, завтра другие Но это то количество, которое реально ваше Начните приглашать каждый день Утром час, вечером час Упорно не сидеть, не трындеть, не пить чии А начать ровно в 11 приглашать Ровно в 12 закончить Ровно в 10 приглашать Ровно в 11 закончить Все Поставьте себе цель, что вам нужно за этот час пригласить 15 человек Возьмите список имен Звоните человеку Не алло, до свидания Если человек не берет трубку, ничего страшного Помечайте следующее Коротко, ясно, лаконично Не стесняясь, не боясь Уважая то, чем вы занимаетесь Коротко, ясно скажите человеку Приглашение Все Он или придет, или нет Когда он придет, проведите ему рандеву Каждый день Вот эти 4-5 встреч Но на каждой встрече 10 человек Может быть 5 человек Может быть 6 человек Но не один человек Не сидите сиротливо в офисе Ожидая одного человека Который приходит и говорит Ну да, давайте, расскажите мне Что вы можете ему рассказать Не теряйте свое время Если вы хотите воспользоваться Саммитом октября Все, что вам нужно сделать Сегодня С первых чисел сентября Начать работать Очень серьезно Рассказывая людям О возможностях компании Каждый день 20, 30, 40 человек И вы увидите Как люди подписываются И с ними нужно сделать То же самое Приглашение с утра Приглашение вечером Рандеву каждый день Кто из них выстрелит Мы не знаем Кто из них станет лидером Мы не знаем Но нужно обращать внимание На тех людей Кто по факту Приводит вам людей На рандеву Каждый день Вот это ваши Будущие золотые корабли И уделять время им Силу нужно Вкладывать в силу Почему я связываю Эти два момента Октябрь Саммит И вот месяц Сентябрь Который Только у нас сейчас начался И почему это очень важно Вы знаете Я всегда проходил Вперед И двигался вперед На поворотах И всегда перед событием За месяц До события Я очень сильно готовился И месяц до события Я просто со своей организацией Проводил встречи Каждый 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 День Много 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 Встреч Мне было важно Чтобы человек Поехал на события Я ему говорю Мы едем на события Мы едем на события Мы едем на события Мы поехали с нами Поехали с нами Поехали с нами И что я делал Я делал одну простую вещь Я увозил огромное количество людей И дальше я садился В зале И наслаждался тем Что происходило Потому что в этот момент всю мою работу за меня делала компания. Она презентовала новости, продукты, маркетинг-планы, результаты, чеки. Мои люди видели людей, которые уже зарабатывают деньги. Компания презентовала весь бизнес лучше, чем это мог сделать я, более профессионально. Мои люди видели президентов, вице-президентов, генеральных директоров, топ-лидеров компаний из разных веток. Я всегда так делал. Потому что есть огромные события, лучше я месяц поработаю на него очень сильно, чтобы у меня выехало как можно большее количество людей. Я не стеснялся говорить людям, мы едем туда-то, в такую страну. Путевка стоит столько. Поехали с нами, говорят, ты что, с ума сошли? Причем здесь я с ума сошел, если у тебя нет денег на поездку, а я сошел с ума, извини. Причем здесь с ума? Я тебе говорю, будет событие, я тебя проинформировал, да. Мы вот едем, поездка обходится, примерно, настолько. Поехали с нами, потому что там ты все увидишь. Хочешь, поехали, не хочешь, вставайся. Все. Я не уговаривал людей, я предпочитал сказать это 100 людям, чем попытаться уговорить одного. Потому что если вы проведете стороны вот так, сказав людям именно так, то у вас все равно поедет порядка 10-15 человек. Может быть больше. Если вы сделаете это сейчас, в начале сентября, то к концу сентября ваши подписанные люди, которые подписались только вот вчера, позавчера, они каждый с собой вывезут 2-3 человека. Они каждый возьмут с собой 2-3 человека. Для вас я хочу сказать одну простую вещь. Ваш успех всегда в событиях. Если сегодня вы зададите себе вопрос, зададите организацию, кто точно едет на саммит в октябре, поднимите руки, конкретно. Все, покупаем путевки. Для этого нужно что? 3 дня. В течение 3 дней купить путевки, все, все в порядке. Вы четко понимаете, кто точно едет. Все, вот это ваша команда, с которой вы будете работать, на которой нужно сконцентрироваться. Дальше. Нужно поставить простую, ясную, четкую задачу этим людям. Сказать, ребят, каждый из вас должен взять по 5 человек. Следующие 5 дней мы работаем на это. Все, поехали. И встречи, 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 встречи. Обычно люди поступают по-другому. У них есть организация 100 человек. Они говорят, кто едет. 2 человека говорят, мы едем. И весь месяц люди тратят на то, чтобы смотивировать остальных 98 поехать. Подождите, если вы спросили 100 человек, кто поедет. Ну, 2, конечно, перегнула. К примеру, поехало 10. 10 говорят, да, мы едем. Так лучше этот месяц поработать с 10. У них будут чеки. У них будет организация новая, которая что, соберется и поедет. И это лучше всего смотивировать вашу старую организацию принять решение. И таким образом вы получите двойное количество людей, тройное количество людей. Динамику. Поэтому именно в этом секрет. Когда у вас на горизонте есть события, всегда нужно концентрироваться последний месяц, последние 2 месяца только на этом. Для того, чтобы взять с собой максимальное количество людей. И, друзья мои, поторопитесь. Дело в том, что зал не резиновый. Вы прекрасно знаете это уже. То есть те, кто работает с нами не первый год, что мы как только продаем то количество посадочных мест в зале, которые мы можем посадить. Мы закрываем продажу билетов и больше не продаем. И вы никаким образом не можете попасть. Каждое событие у нас есть одна дилемма. Приезжают люди, которые не успели купить билеты. Не успели, потому что не успели, потому что уже продажа билетов закрылась, или они кончились, или что-то еще. И каждое событие 20-30 человек сидят, все событие за дверями, слушают его, потому что их не пускают в зал. Сейчас будет то же самое. Как только мы выдадим билеты на продажу, это произойдет буквально в течение этой недели, может быть, уже когда вы будете смотреть это видеообращение, это будет, вы должны четко понимать, что билеты закончатся. И именно поэтому проводим события на Кипре, не в России, потому что мы не хотим, чтобы были тысячи людей. Мы хотим, чтобы приехали сотни людей, людей, которым надо. Которые приехали для того, чтобы узнать новости, которые приехали для того, чтобы учиться, которые серьезно относятся к бизнесу. Именно поэтому, поэтому здесь, поэтому ограниченное количество, поэтому для тех, кто хочет. Потому что у меня лично есть желание говорить с теми людьми, в которых я уверен, что им надо. У меня нет желания стоять на сцене и убеждать вас в чем-то. У меня нет желания рассказывать вам, что сетевой маркетинг это хорошо, что это замечательно, что это супер-пупер, что это гораздо лучше, чем работать на работе за 15-20 тысяч рублей, что это свобода, что это то, пятое, десятое, что это огромные возможности, это изменит вашу жизнь. По-моему, если вы зарабатываете 15-20-30-40-50 тысяч рублей, вашу жизнь надо менять. Потому что вы, извините за выражение, в деньме по уши. Извините, хороший телевизор стоит 100-150 тысяч. Машина, сколько вы будете копить на обычную русскую машину? Даже так, наверное, на необычную русскую машину, которая часто ломается. Сколько вы будете копить, чтобы съездить отдохнуть? Как вы собираетесь оплачивать образование своих детей? Как вы вообще детей собираетесь заводить с такой зарплатой? На что вы их кормить собираетесь? Как вы собираетесь им давать жизнь? Сегодня, понимаете, время поменялось. В свое время государства несли ответственность за людей. Они давали работу, медицинское страхование, социальные гарантии. То есть, социальные вещи стоили очень дешево. Проезд был практически бесплатным. Но вспомните, сколько в Советском Союзе можно было купить на рубль. То есть, на рубль можно было день накормить семью, в принципе, из 4-х человек. В принципе, можно. Но человек получал 120-130 рублей, 110 рублей. Это считалось мало. Это считалось очень мало. Но это было в 3 раза больше, чем нужно, чтобы прокормить свою семью. Чтобы купить нормальных продуктов. Если вы возьмете сегодня ситуацию, то ситуация другая. Сегодня люди вообще непонятно, как кормят себя на свои зарплаты. Потому что концепция поменялась. Государство больше не несет ответственности за экономическую составляющую людей. Государство сегодня создает все условия для того, чтобы люди самостоятельно обеспечивали себя. То есть, тем самым давая большую свободу. Все хотят свободу. Все говорят о демократии. Все говорят, мы хотим летать из страны в страну. Мы не хотим больше, как в Советском Союзе. Или, как я не знаю, как это было в советское время. В Италии, в Испании. Или где-то еще. Мы не хотим социализма. Мы не хотим рабства. И так далее. Вы хотите свободу. Отлично. Вот она, свобода. Вы обеспечиваете себя всем сами. А государство нужно для того, чтобы создавать систему, при которой вы могли бы преуспевать. Создавать систему безопасности. Вы можете сказать, да, но я ничего не получаю. Ну хорошо, давайте в вашем городе отменим полицию на месяцах. И вы увидите, какой бардак будет происходить. Давайте в вашем городе на годик отменим налоговую инспекцию. И вы увидите, какой бардак будет происходить. Что городу нечем будет платить за электричество, за воду, за свет, за газ, за ремонт каких-то вещей и так далее. Вы увидите. Безусловно, сейчас все еще не очень совершенно. Но самое главное в современном обществе, что я считаю, это возможность выбора. Шикарнейшая возможность выбора, когда вы сами решаете, чем вы занимаетесь. Это невозможно было в Советском Союзе. Невозможно. И не только в Советском Союзе. Вы не могли делать выбор 100 лет назад. Если вы родились крепостным крестьянином в России, вы были крепостным крестьянином. 400 лет назад, если вы были рабом, вы были рабом. И все. Баста. Какой выбор? Какая демократия? О чем вы говорите? Раньше, если ваш папа был доктором, естественно, вы становились доктором. О каком выборе шла речь? То есть, это были единицы, когда папа доктора, а сын военный. Если папа был военным, вы становились военным. Если папа был юристом, вы были юристом. Это было совсем недавно. 20 лет назад не было айфонов, не было инстаграма, не было фейсбука, не было интернета, ничего не было. 20 лет назад факс считался технологией, пейджер считалось круто. В 98 году появились банкоматы, их было 3-4 штуки в Москве. В Москве. Сегодня пластиковая карта есть практически у всех сидящих в этом зале. Но в 97 году этого не было. Не было мобильных телефонов, то есть мобильные телефоны были только у очень крутых людей. Это было супер, вы что, если у вас был мобильный в 97, в 96 вы были круты. Мир поменялся, мы живем с вами в век перемен с бешеной скоростью, с бешеной, с огромной, с колоссальной. Все меняется, но может быть это плохо, может быть это хорошо. Но я считаю самое главное преимущество современного мира, что у человека теперь есть выбор. 30 лет назад в нашей с вами стране у нас не было выбора. Вы не могли спокойно пойти в туристическое агентство, купить путевку, полететь в Турцию, полететь в Таиланд, полететь в Англию, во Францию, в Париж, куда-то еще в Германию. Вы не могли этого сделать. В Соединенные Штаты Америки вы не могли этого сделать. Сегодня вы это можете сделать. Вы не могли 30 лет назад зайти в магазин и стоять, выбирать, так, колбаски и сыра. Если вы шли в Советском Союзе покупать колбаски и сыра, вы приходили и покупали колбаски и сыра. Если они были. Сегодня, когда вы приходите в магазин, колбаски и сыра становятся проблемой, потому что у вас 350 сортов колбаски и 350 сортов сыра. И у вас проблема, которая заключается в том, что нужно выбрать колбаску и сыр. И когда вы покупаете самую дешевую колбаску сегодня и самый дешевый сыр сегодня, и говорите ой-ой-ой, я так бедно живу, я купил самую дешевую колбаску и самый дешевый сыр. Нужно четко знать, что 30 лет назад, если бы вы купили такую колбаску и такой сыр, вы были бы самым крутым человеком вообще на планете. То есть именно вы себя чувствовали, если вы доставали колбасу, чтобы сделать оливье и майонез, чтобы сделать оливье на Новый год и зеленых горошек, что важно. Вы были крутым. Так жило сто с лишним миллионов человек. Прошло всего 30 лет. Есть выбор, есть свобода, есть возможность принять решение и изменить свою жизнь. Государство больше не контролирует нас, оно говорит, идите, вы свободны, работайте, делайте, создавайте, созидайте, создавайте чеки, хотите занимайтесь бизнесом, хотите мелким, хотите крупным, хотите работайте на себя, делайте что хотите. Вы свободны, вы имеете выбор. Очень важно осознать, что это очень классно, но у этого есть оборотная сторона. Единственное, кто может вам помешать сделать какие-то серьезные вещи, это лично вы. Не надо рассказывать сказке, что это мама, папа, потому что я женщина, бабушка, дедушка, я мальчик, или я молодая, на меня все смотрят, или я старая, я уже никому не интересен, я худой, меня никто серьезно не воспринимает, я толстый, поэтому меня серьезно никто не воспринимает. Поверьте мне, мир крутится не вокруг вас. 99,99% людей на земле плевать на вас. Я вам больше скажу, что из всех миллиардов людей, которые живут на земле, лично вас знает, может быть, человек 200-300, остальным вообще пофигу. И вы можете сказать, что если тем, кого вы знаете, основной массе пофигу на вас, просто наплевать, то что тогда делать с оставшимися миллиардами, которых вы не знаете, им тоже на вас наплевать, в принципе. Мир не крутится вокруг вас, 100%, но хорошая новость, у вас есть возможность. Поэтому не теряйте свою жизнь, не теряйте свое время, возьмите и измените ее за короткий промежуток времени. Скажите себе, я поменяю свою жизнь, все, вот именно так, я поменяю свою жизнь. И все, выкиньте все из головы лишнее, вы меняете свою жизнь. Для этого вам нужно просто тупо много приглашать. Вы берете 2 часа каждый день, утром и вечером, и приглашаете в этот час. И в этот момент вы занимаетесь только приглашением. Но вам не нужен для этого офис, вы можете это делать в подъезде на лестничной площадке, вы можете это делать в кафе, вы можете это делать в магазине, вы можете это делать где угодно. Вы можете в транспорте ехать и приглашать людей. Поверьте мне, если вы будете в автобусе сидеть, приглашать людей куда-то, основная масса людей, то есть она пригласится. Вы едете в такси, кого-то куда-то приглашаете, таксист смотрит на вас и спрашивает, чем вы занимаетесь? А что это такое? А что, может быть я? А у меня есть, а я хочу. То есть надо быть открытым всем этим вещам, и тогда все будет меняться. Сегодня у вас есть месяц перед событиями. Почему я так говорю?